Давайте так уж тогда на чистоту. Даже если сменятся кадры, вас поменяют или еще что-то. Жизнь это тоже не останавливается. Так вот, нет, я понимаю, а реально что-то-то изменится для горожан или нет? Или вот все так же будет, если не договорятся с мэром, если вот мэр кого-то не устраивает или наоборот? Конечно, конечно, в раскладе. Почему вот я даже сам лично занял позицию не ставить, во-первых, отрицательную оценку, дать возможности работать администрацией. Дело в том, что вы помните ситуацию, когда был у нас Виктор Николаевич Масляков и был конфликт между мэром и Советом. Он вообще не ходил на Совет. Он ходил, слушал, там послушал, да-да-да-да-да-да-да-да, и жить он мог по одной двенадцатой от бюджета, и ничего от этого ему сильно там не влияло. Город страдал, да. И вот если мы только понимаем, что нам нужна конфрактация, если мы понимаем, что одна задача прихода нового человека, который будет оппозиционно относиться также к избранному народу мэра, ничего хорошего в городе не будет. А еще если этот оппозиционер будет поддерживаться и поджуживаться со стороны вышестоящей власти, то это еще хуже. То есть здесь надо действительно принимать определенные решения. Конечно, многое зависит и от Галины Игоревны, от ее позиции, потому что сейчас она работает с Советом достаточно конструктивно. Есть вопросы, их много, конечно, где-то и кадровой политики. Я уже высказывался на эту тему, меня по многим позициям и самого кадровая политика администрации на сегодняшний день не устраивает. Уровень все-таки специалистов, которые работали в предыдущей администрации, он был достаточно просто опытный. То есть не первый год проработали, а здесь пока люди-то отработали полгода. Поэтому дадут им работать или не дадут? Это еще вопрос риторический. Александр Петрович, опять-таки ссылаюсь на его выступление вчера, сказал, что мы обязательно будем выстраивать отношения с городом вне зависимости от того, кто там будет. Это будет ли там Ширшино или будет кто-то другой. Безусловно, есть и бюджетный кодекс, и все равно это не барин. Хочу дал, хочу не дал. То есть есть и законодательное собрание, которое должно контролировать исполнение бюджета и его формирование. Но у меня такое внутреннее ощущение все-таки, что действительно Александр Петрович хочет делать позитивные вещи, потому что не ходил бы он, не бегал бы вот так по Москве, по министерствам, чтобы сформировать эту федеральную программу. И нам без этой федеральной программы, вот не будет федеральной программы. И слушайте, у меня что-то сомнения очень большие, что будем вот пока на таком же уровне, вот так, ни шатка, ни валка, резких прорывов не будет. Инвесторы, если кто-то посчастливится нам сюда, зайти там вот типа вот док Колевала, я говорю, со своими деньгами, со своими инвесторами, не нужны чиновники, они сами придут, построят. Сами все сделают, да. И все сделают. Поэтому надо убрать конфликт, конфликт не нужен, при том, что там же звучит фамилия первого заместителя, вот Олега Юрьевича Громова. Ничего личного, но когда уже там зашел какой-то конфликтная ситуация, ее надо просто разрешить и работать дальше. Конфликт действительно не нужен. Не нужен. От этого в первую очередь-то пострадают, я думаю, простые горожане и страдают. Вот как раз я за то, чтобы все это разрешить. Увидимся на телеканале ТНТ «Онега». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»